Я же мать требует Samsung Ассистента Сэм. Начну, пожалуй, с небольшой предыстории. Рядом с моим домом живет много подростков моего возраста, со многими из которых я дружу. У нас есть особая традиция – каждый вечер устраивать игру в футбол. В один из таких вечеров, произошедших, к слову, всего пару дней назад, к нашей группе подошел мальчик лет 13, который, судя по всему, переехал в наш район совсем недавно. Он спросил, можно ли ему поиграть вместе с нами. Мы не стали возражать, ведь чем больше, тем лучше. Его стиль игры был довольно неплох, так что игра прошла на ура. И вот, когда мы закончили, ко мне подошла женщина, являющаяся матерью того мальчика. Как тебе игра моего сынуля? Он ведь хорошо играет, не правда ли? Да, действительно. Так когда ты мне собираешься платить в таком случае? Не бойся, многое не возьму. Дамочка указала на мой новенький телефон марки Samsung, купленный на днях за мои собственные накопления. Думаю, твоей звонилки от Samsung будет достаточно. Мне сыночка как раз недавно говорил, что хочет себе такой телефон из-за какой-то Сэм. Я подавил улыбку, которая чуть было не возникла на моем лице, когда услышал имя преслаутого нового Samsung-ассистента, а после раскрыл рот, чтобы возразить мамке. Только ее сын меня опередил. Мам, завязывай уже с этим. Ты слишком часто втягивала нас в неприятности из-за своей привычки вымогать чужие вещи. Ты пока помолчи, мальчик мой, сказала я же мать, после чего обратилась ко мне. Отдавай свою мобилу, а то я копов вызову. Хватит, ма, иди пока домой. Там тебя папа ждет. На слове папа женщина странно вздрогнула и направилась к ближайшему дому. А ее сын повернулся в мою сторону. Мне правда жаль, что мама доставила тебе хлопот. Она неплохая, но у нее не все в порядке с головой. Если не ошибаюсь, это какая-то особая форма клептомании. Ну да ладно, соберетесь еще играть в футбол? Зовите меня. После этой фразы он ушел, оставив меня осмысливать произошедшее. Я же мать Димитреску преследует меня. Это случилось во время нудной школьной экскурсии в старинный особняк давно почившего графа, имя которого вылетело у меня из головы в тот самый момент, когда появилась эта женщина. Но давайте по порядку. Я вместе со своим классом сел в заранее арендованный автобус для толпы девятиклассников, чтобы те хоть в коем-то веке оторвались от своих компьютеров и повеселились на свежем воздухе, как нормальные дети. По крайней мере, так говорила наша классная руководитель, которой недавно исполнилось 60 лет. Ага, конечно, у нас точно будут полные штаны веселья во время экскурсии по ветхому поместью, где лучшая достопримечательность полусгнившие труселя бывшего владельца. Но как бы там ни было, мы приехали, и я, будучи типичным застенчивым ребенком без друзей, уселся поодаль от гогочащих одноклассников на старую пошарпанную скамеечку. Достал из рюкзака скетчбук вместе с карандашом и принялся размышлять над тем, что же мне нарисовать на этот раз. Сначала мой взгляд упал на несколько мухворни, которые лакомились разными вкусностями, испортившимся бананом, остатками йогурта на крышечке, а также дохлой крыса или чем-то подобным. Отвратительная картина. Я поспешил перевести взгляд на особняк. Огромное здание, вызывающее странное чувство чего-то знакомого. Точно, замок Леди Димитреску. Вот оно, мое вдохновение. Я взялся за карандаш и лихорадочно начал вырисовывать очертания огромной дамы с пышными формами и хищным лицом. Так проходит несколько минут, и вдруг боковым зрением я замечаю странную девочку, смотрящую в мой блокнот. Честно говоря, я понятия не имел, сколько времени она там стояла, и это мне не шибко нравилось. Как только наши взгляды пересеклись, мелкая сталкерша недовольно сказала, почему ты рисуешь мою маму без ее разрешения? Твою маму? В каком таком смысле? Это ведь персонаж игры, которого я тут же прервался, и на то были свои причины. Девочка ловко схватила мой скетчбук и со словами «Сейчас я тебе покажу, как мою мамочку без спросу рисовать». Побежала на задний двор поместья, который только-только открылся для посетителей. Естественно, у меня не оставалось никаких вариантов, кроме как ринуться за ней. Твою ж дивизию? Там находились все мои рисунки, некоторыми из которых я очень дорожил. И вот не прошло и двух минут, как воровка привела меня к... Ну нет, глаза меня точно обманывали. Там на заднем дворике стояла женщина, но назвать ее обычной, язык не поворачивался. Она была ростом около двух метров, а лицо прямо-таки светилось от бледности. Да это же Альсина Димитреску в реальной жизни, черт бы ее побрал. Разве что одежда отличалась. В то время, пока я ошарашенный стоял, не в силах сдвинуться с места, девочка побежала к женщине и хитро проговорила, указывая на меня пальцем. Смотри, мам, этот мальчик тебя без спросу рисовать вздумал, да еще и в каком-то ветхом трепье. Лицо модное Димитреску скривилось, как только она посмотрела в мой скетчбук. Какое убожество! Видеть эти каракули не желаю. Выкинь их поскорее куда-нибудь. Почему-то ее слова разожгли во мне чувство злости. Я не позволю какой-то незнакомке уничтожить мои труды. Леди, вы не имеете никакого права портить чужие вещи. Это моя работа, на которую были потрачены время и силы. Так что скажите своей дочери, чтобы та вернула мне мой скетчбук. А твоего мнения никто не спрашивал. Низкорослик. Какой у тебя рост? Метод шестьдесят пять? При чем тут мой рост? Я просто хочу вернуть свою вещь. А теперь, пожалуйста, отдайте. Нет. Этому мусору место на помойке. Давай, утоптывай отсюда поскорее. Поняв, что словами дело не решить, я метнулся к дочери и выхватил у нее из рук свою собственность. Так же, как несколькими минутами ранее это сделала она. После чего со всей скоростью ринулся к небольшому заборчику, который отделял задний двор поместья от внешнего мира. Где-то сзади послышался властный женский голос. Иди к своим сестрам, а я поймаю этого негодника. Далее раздались увесистые шаги, звучащие все ближе и ближе ко мне. Открывать дверь времени не было, поэтому я принял решение перескочить через ограждение. Но я же мать Димитреско уже практически меня нагнала. Женщина замахнулась в попытке схватить меня за руку, но промахнулась, больно поцарапав мое запястье длинными когтями. Адреналин помог вытерпеть боль, и я все-таки смог преодолеть забор. Чего не скажешь о дамочке. Она также пыталась перескочить, но большой рост и неуклюжесть не позволили ей этого сделать. Димитреско грохнулась на землю с типичным для Роблокса возгласом. Только вот на веселье от такого потешного звука времени не было, поэтому я продолжил бежать, пока не встретил свою учительницу вместе со всем классом. Выслушав мою историю, она незамедлительно позвонила в полицию и велела детям не отходить далеко. Когда прибыли копы, они тоже выслушали мои показания, и группа из нескольких человек пошли на задний двор. Мне было чертовски страшно, но спустя пять минут сотрудники правопорядка появились вместе с великаншей в наручниках и тремя детьми, которые шли за своей матерью и плакали. Прежде чем втиснуться на заднее сиденье полицейского автомобиля, современная леди Димитреско угрожающе на меня взглянула и что-то пробормотала. Чуть позже на локальном новостном сайте того городка появилась статья о матери-одиночке, которая безумно походила на персонажа последнего Resident Evil и которая временами злоупотребляет запрещенными веществами. Я же мать против ветерана войны с топором. Для начала расскажу немного о себе любимом. Я ветеран-инвалид, работающий администратором в школе. Меня ранили во время службы в Ираке, после чего и начался мой мирный путь преподавателя. Вернее, не совсем так. С момента выхода на гражданку меня начали преследовать последствия войны. Проблемы с дыханием, посттравматическое стрессовое расстройство и многочисленные телесные травмы, среди которых самыми серьезными оказались повреждения обеих коленных чашечек. Не буду врать, бесплатную медицинскую помощь мне оказали, проведя несколько операций на моих многострадальных коленях, но только полностью их вылечить врачам не удалось. С тех самых пор я вынужден передвигаться с использованием трости, но все-таки в этом есть и свои плюсы. У меня, к примеру, собралась уже целая коллекция разного вида тростей, многие из которых смело можно назвать отдельным произведением искусства. Одной из своих самых любимых я по праву считаю трость, выполненную в форме топора и вылитую из стали. Выглядит она брутально и нереально круто. К слову, такой подарок преподнес мне один из учеников школы, где я работал. Бывало несколько неловких моментов, когда трость и вправду путали с топором, но самым неприятным я считаю случай с ней. Я же матерью. Это произошло в прошлом году, во время моей еженедельной закупки в местном Walmart. Перед тем, как взять тележку для продуктов и приняться за дело, я решил поесть Макдональдс, который находился в том же здании. Все же настроение с полным желудком гораздо лучше, хотя с этим можно поспорить. Я сделал заказ, состоящий из диетической колы вместе с овсяным печеньем и уселся за ближайший свободный столик, облегченно вытянув ноги. В нескольких метрах от меня сидела мать с двумя детьми. Оба были мальчиками подросткового возраста. Насколько я мог судить, одному было лет 14, а другому 15. По виду они были, ну, вылитами Бивисом и Батхидом. Но как бы то ни было, медленно поглощая пищу, я изучал историческое чтиво за авторством некого Евгения Панасенкова, которая попалась мне на глаза в книжном магазине. Так пролетело несколько минут спокойствия и умиротворения, которое неожиданно нарушилось теми самыми детьми, без спросу взявшими мою трость-топор. Один из них говорил своему брату что-то типа «Давай заберем эту палку у мужика». На почве посттравматического стрессового расстройства я резко вскочил и чуть было не выхватил свой револьвер, но вовремя остановился, высовывая руку из скобуры. Благо этого никто не заметил, хотя я знатно напугал мальцов тем, что без предупреждения встал и повернулся в их сторону. Они удивленно таращились на меня еще пару секунд, а после ринулись к матери. Я им ничего не сказал и просто сел на место, пытаясь успокоить колотящееся сердце, забыть об ужасах войны в Ираке. Не прошло и минуты, как ко мне подошла женщина, мамаша этих двоих. «Какого черта ты прогнал моих детей, а? Знаете, девушка, ваши детки хотели украсть мою трость». Недолго подумав, я решил не упоминать о своем недолговременном намерении вытянуть ствол и просто добавил. Тем более я их не прогонял, а просто встал с места. Я же мать недовольно цокнула и направилась к кассе. Мне уж было показалось, что конфликту конец, как вдруг краем уха я услышал слова женщины. «Этот невежа быкует на моих детей. Сделайте что-нибудь». Ну уж нет, я на такое не подписывался. Теперь мне было даже страшно представить тот масштаб скандала, если бы подростки заметили мою попытку достать оружие. Было принято решение поскорее валить из Макдональдс и приниматься за покупки. И вот, когда я оставлял свои вещи в камере хранения, чтобы войти в супермаркет, ко мне подошел сотрудник Walmart, поздоровался и сказал. «На вас поступила жалоба. Говорят, вы ходите по торговому центру с топором и угрожаете людям. Вы это про мою трость?» Я ни за что не стал бы использовать ее ради угрозы. Сотрудник просто кивнул и удалился. Но на этом беды не закончились. Уже в то время, когда я шел с продуктовой тележкой и наполнял ее покупками, на горизонте появилось двое полицейских. Один из них сделал шаг вперед и завел со мной диалог. «Добрый день, мистер. Вы подозреваетесь в антиобщественном поведении по отношению к несовершеннолетним лицам. Прошу объясниться. Но тут деваться было некуда, поэтому я принялся все разъяснять. Во-первых, сейчас я опираюсь на свою трость, а не на топор. Это не холодное оружие. Но затрагивая тему оружия, у меня есть револьвер, который пока ни разу не вынимался из кобуры. В моем кармане лежит лицензия на огнестрел. «Вам показать?» Полицейский кивнул, и я без резких движений достал нужный документ вместе со стволом, держа его за дуло. А теперь, пожалуйста, предоставьте нам на время вашу трость. Передавая подарок своего ученика-хранителю правопорядка, я обратил внимание на особу, стоящую в стороне. Это была я же мать, Ариана, описывающая второму копу, как я угрожал этим топором ее детям, да еще и матерился в придачу на весь Макдак. Когда досмотр был окончен, полицейские заметно расслабились и попросили описать то, что произошло, но уже с моей точки зрения. На момент, когда мой рассказ дошел до Бивиса и Батхида, намеревавшимися украсть мою трость, в разговор встряла их мать. «Хватит нести чушь! Вы только посмотрите, это же клевета, нарушение закона!» «Мэм, прошу успокойтесь, дайте мы выслушаем показания мужчины». Дамочка нехотя замолчала, я завершил свой рассказ, под конец предложив проверить камеры видеонаблюдения. Из-за нескольких минут стояния без нормальной опоры, мои колени заныли, поэтому я начал немного покачиваться из стороны в сторону. Один из копов, увидев это, ненадолго отлучился и после вернулся с раскладным стулом, взятым, исходя из его слов, с позволения менеджера заведения. Я поблагодарил его и облегченно сел под аккомпанемент негодующих звуков ежематери. И, наконец, перепроверив мои документы, полицейские заявили, что у меня все в порядке, а вот женщины нужно еще разобраться. Один из них сделал комплимент крутому дизайну моей трости, на почве чего мы еще немного поболтали. Оказалось, что он тоже служил в раке и был бы рад обсудить тягости службы за кружкой пива, но работа ждет. После этого приятного разговора копы вместе с ежематерью удалились со словами. «Если эта женщина и ее дети снова вас побеспокоят, просто сообщите нам». Как раз таки ей и грозит наказание за клевету. Закупившись, я вышел на стоянку и направился к своему пикапу. Как вдруг услышал знакомый неприятный голос. Это была виновница сегодняшнего инцидента, стоявшая рядом с ядовито-розовым автомобилем, на пассажирских местах которого сидела пара подростков. Она громогласно жаловалась кому-то на то, что из-за какого-то калеки ее оштрафовали и забрали драгоценное время. Поначалу мне не шибко хотелось обращать на себя внимание, но цоканье трости все же выдало мое присутствие. Я же мать повернулась в сторону звука и сразу сморщилась, увидев меня. Она проорала парочку ругательств и показала средний палец, пока я складывал продукты в багажник своего автомобиля. Честно говоря, такое ее поведение мне было не по душе. Поэтому, выезжая со стоянки, я напоследок громогласно послал скандалистку на три веселых буквы, после чего поспешно удалился, прежде чем услышал ее ответ. Мама отдала мой планшет, я же матери. Для контекста, стоит добавить несколько уточнений. Я девушка и мне недавно исполнилось 18 лет. Меня всю жизнь воспитывали и содержали приемные родители, являющиеся необычно милыми добрыми людьми. Именно они подарили мне на день рождения айпад и специальный стилус для него, чтобы я могла развивать свое хобби – рисование. Меня охватили по-настоящему бурные чувства, когда родители преподнесли мне заветную коробочку с гаджетом. На радостях я даже расплакалась. Впрочем, как и мама, которая тут же ринулась в супермаркет за разными аксессуарами, типа чехла и защитного стекла. Есть у меня также подруга. Допустим, ее имя – Лили. Мы с ней в очень хороших отношениях, да и сама она достаточно приятный человек. Так что обвинять ее в чем-либо попросту глупо. К слову, ей тоже 18. Но главная виновница торжества – ее мать. Самовлюбленная женщина лет 38, вылитая ведьма из детских сказок. Назовем ее Карен. Помимо дочери, у нее есть и 10-летний сын, который тоже сыграл важную роль в истории. Но обо всем по порядку. Карен – мать-одиночка с типичными замашками яжи-матери. Она ведет непопулярный блог для молодых мамочек, а несколько лет назад даже пыталась стартовать свой детский ютуб-канал, чтобы заработать на обзоре игрушек и тупых челленджах, когда все это было еще популярно. Женщина представляет собой очень духовного человека, твердо верящего в карму, заговоры и экстрасенсов. Она держит своего сынишку на домашнем обучении, но только преподавателей на дом не вызывает, а дает знания мальчику самостоятельно. Знания о том, как привлечь деньги с помощью дешевого мыла, предсказывать судьбу и тому подобное. Черт побери, малой даже не обучен письму и счету. Думаю, теперь-то мы можем переходить к основной истории. Спустя парочку дней после моего дня рождения, к нам решила заехать моя подруга вместе со своей семьей. Как только семейство приехало, моя мама пригласила Карен на кофе, а ее сыну разрешила поиграть в приставку. Мы же с Лилей решили устроиться в гостиной. Я сразу похвасталась ей своим планшетом, и подруга тут же начала расспрашивать меня о новом гаджете. Мальчика, находящегося в одной комнате с нами, айпад совсем не волновал. Но вот его мать, честно говоря, она довольно странно пялилась на нас из кухни. Но мы проигнорировали это, списав ее взгляд на присмотр за маленьким сыном. Так пролетели часы, и тучи за окном начали сгущаться, после чего пошел дождь. Не просто слабая морось, а целый ливень, из-за которого семья Карен ну никак не могла бы благополучно доехать домой. Моя мама сказала женщине, что та вместе со своим сыном может переночевать в гостиной, а мы с Лилей в игровой комнате отца, у которого был выдвижной диван. Малой принялся скулить, что тоже хочет в игровую комнату, но вход детям туда был строго ограничен. Папа пускал туда лишь 16 лет, из-за обилия различных аниме-постеров с взрослым и просто жестким содержанием. Карен уж было начала протестовать, но мама быстро поставила ее на место. Решив чем-то заняться перед сном, я повела подругу в своеобразную мастерскую, находящуюся в подвале. Там хранилось множество моих рисунков, некоторые из которых были действительно страшными. К примеру, мне очень нравились работы Дзюнзи Ито, поэтому я перерисовала несколько его персонажей, в числе которых присутствовала та самая жуткая модель. Ее я и показала Лиле, ведь мы обе просто без ума от эстетики этой дамочки. Будучи воодушевленными на созидание шедевров, мы приняли решение нарисовать максимально красивый рисунок за 5 минут. Я активировала таймер на своем планшете, и каждый из нас принялся по очереди делать штришки на листе бумаги. Когда прозвучал характерный звук, мы остановились и принялись рассматривать получившийся скетч. Это была девушка и вампир, впившийся в ее шею. Чтобы можно было лучше понять, какую цветовую палитру использовать, Лиле повесила лист на стену, как раз под цвет лампы. Во время выбора красок прозвучал громкий щелкающий звук со стороны входа в подвал, а за ним удар о стену. Очевидно, это была дверь, которая за мгновение до этого была заперта на задвижку. Из проема выглянула любопытная личика брата-подруги, который поспешил спуститься к нам. Мы попросили его уйти, но он ехидно ухмыльнулся и помотал головой. После чего подошел к столу и принялся сгребать мои цветные карандаши, чтобы забрать их себе. Как только Лиле направилась к малому, он поднял голову и наконец увидел наш жутковатый скетч вампира с девушкой. Сложно описать тот звук, который нам довелось услышать. Он был похож на что-то среднее между воплем умирающего кролика и комариным писком, усиленным в сотню раз. Вдоволь прооравшись, мальчик заметил, что его сестра пытается выхватить у него карандаши, которые тот планировал присвоить себе. Его реакция поразила нас обоих похлеще крика. Этот мелкий просто взял и со всей силы куснул мою подругу за руку, а когда она отступила в сторону, побежал по лестнице к двери. Через несколько секунд в проеме появилась широкая фигура Карен с лицом полным неприязни. Что, черт возьми, вы сделали с моим сыночком? Ничего, мам. Ваш сын без разрешения спустился сюда и попытался украсть мои карандаши, которые стоят кучу денег. Поэтому мы решили его вывести, но он укусил Лили за руку. Мне на это пофиг. Почему мой мальчик кричал? Вы его напугали? Показали что-то страшное? В тот момент мы и понятия не имели, что ребенок заплакал именно из-за нашего коллективного рисунка. Мы ему ничего такого не показывали. Он почему-то заорал во время кражи моих карандашей. Не лги мне, маленькая собачонка, я не слепая. Вы только поглядите, с каким взглядом он смотрит на ту бумажку. И вправду, мелкий со страхом пялился на наш рисунок, готовый снова расплакаться. В то время, пока я завороженно смотрел на рисунок, пытаясь понять, каким таким образом, десятилетний школьник умудрился до слез и вопли его испугаться. Карен неожиданно оказалась рядом с ним, загородив тем самым обзор своей тушей. Она сорвала бумагу со стены и демонстративно зажала рот руками, округлив в ужасе глаза. Честно говоря, это смотрелось нелепее некуда. Твоя мать знает, какую ересь ты рисуешь, а? Отвечай! Я была ошеломлена столь нелепой реакцией, поэтому просто кивнула в знак ответа. Женщина еще больше выпучила глаза и перевела взгляд на мой айпад, покоившийся на столе. Подобные тебе не заслуживают таких дорогих гаджетов. После этих слов маньячка схватила мой планшет и уже собралась была выйти из подвала, но я успела обхватить ее обширный торс, силой отобрав заветный айпад. Я же мать, естественно, возжелала вернуть украденное, но тут пришла моя мама. Она увидела Карен, стоящую передо мной со злобной гримасой, а также меня, крепко сжимающую планшет. Я же мамка сразу разразилась, тирадая о том, как я развращаю ее сына отвратительными картинками, демонстрируя при этом мой слиль рисунок. Спокойно выслушав женщину, моя мама повернулась к ее дочери. Твоего брата действительно заставили на это смотреть? Нет, он воровал карандаши, а когда поднял голову, увидел нашу работу, до этого она висела на стене. А, точно, мы еще специально закрыли дверь на задвижку, но братец, видимо, поддел ее чем-то, плюс он меня за руку куснул. Лили показала руку со следами от зубов, и мама отправила ее наверх за пластырем, а после смирила Карен недовольным взглядом. Мне не по душе ваше с сыном отношение к моей дочери, поэтому мне жаль, но вам нужно уйти. Клянусь, лицо я же матери в тот момент походило на спелый помидор. Казалось, она готова была взорваться. Ты что, шутишь? Она заставила плакать моего мальчика. Эта собака сутулая травмировала его. С твоим сыном все в порядке. В любом случае, дверь была закрыта на замок, так что он мог попасть сюда, только приложив некоторые усилия. Так ты, значит, решила наплевать на нас, ведьма? Раз так, то дай моему сыну планшет. Смотри, у него же стресс, его нужно успокоить. Мама закатила глаза, но согласилась, что меня очень удивило. Но пошла она не ко мне, а к рабочему столу. Взяла оттуда пластиковую планшетку для бумаги и вручила ее Карен. Женщина выглядела сбитой с толку и простояла так несколько секунд, держа планшет в руках. А затем разъяренно швырнула его на пол. Нет же, тупица, мне не нужна эта штука, я хочу ее планшет. Все равно моему сынуле он нужнее, чем твоей наглой дочери. Моя мама повернулась ко мне и спросила, о каком планшете идет речь. Я подняла руку, показывая ей свой айпад. На мгновение ее лицо приобрело удивленный вид. А после она повернулась к Карен и с жесткостью в голосе велела женщине уйти. Я же мать принялась орать во всю глотку о том, какие отвратительные мои рисунки. Да и я тоже. Но угроза моей мамы вызвать полицию поставила психованную на место. Лили сказала, что собирается остаться здесь на ночь, на что моя мама дала согласие. А Карен же, не произнося ни слова, потащила своего отпрыска к машине. А вот тот самый рисунок из истории. Я работаю в магазине элитной одежды размера плюс. На каждый праздник руководителю магазина устраивают всевозможные акции и скидки. Поэтому без тех, кто любит получать все за красивые глазки, этот период никак не обойтись. И это не только женщины с синдромом я же мать. Увы, но я часто встречалась с неадекватом. Некоторые умудрялись специально портить вещи в раздевалках, чтобы потом выбить скидку. Что-то мы замечаем, а что-то, к сожалению, упускаем. От таких ситуаций никто не застрахован. Прошедшее Рождество не стало исключением. В этот раз руководители компании решили устроить довольно щедрую акцию. При покупке товаров на суммы от 400 долларов дополнительно выдается сертификат еще на 500 долларов, который действителен в течение двух недель со дня покупки. Акция длилась почти месяц, с 1 декабря по 25 декабря. В день выдавалось всего 5 сертификатов. А чтобы отсеять халявщиков, руководители магазина звонили и говорили, когда, собственно, начинать акцию. То есть с момента звонка первые 5 покупателей получают этот сертификат. Помимо этой акции были плюсами еще и скидки в 10% для всех покупателей. Это была очень успешная акция, так как весь декабрь от клиентов отбоя не было. Особо ушлые могли бродить по нашему магазину часами или сидеть прямо перед ним, выжидая тот заветный звонок. И вот наступило 25 декабря, Рождество и огромная разъяренная толпа у магазина. Была у нас группа женщин, незнакомые между собой, которые обычно забирали 80% всех сертификатов. Они обычно приходили с самого утра и выжидали. Откуда только у них время и деньги? Для меня остается загадкой. А теперь к самой истории. В последний день акции поступает звонок руководителя. А я напомню, что это магазин одежды с размером плюс. И некоторые размеры есть только у нас. И вот остался последний заветный сертификат. Просто невероятная очередь. Одежду с металликой, горячие пирожки. Конечно же, за последний сертификат был просто бой не на жизнь, а на смерть. Участниками конфликта, как вы уже догадались, стали две яжематери. Перед ними стояла наша постоянная покупательница, которая действительно заслуживает этот купон. Так как она частенько у нас закупается и при этом очень обходительно и мила. Эта дамочка в возрасте всегда поднимает нам настроение и украшает наш день. И вот приходит очередь и вслед ей кричит яжемать, пусть будет номер два. Так как она стоит за яжемать номер один. Милочка, а не могли бы вы уступить место в очереди многодетной мамочке? Вы наверняка понятливая женщина, знаете, как тяжело воспитывать такую ораву. А мне этот купон как раз пригодился бы. Я бы привела свою доченьку, которая мечтает о новом платьице. А почему это вам должно уступать место? А почему, например, не мне? Я же сказала, что я мать троих детишек. Я вижу, что она вполне в состоянии сделать такой щедрый подарочек. У меня тоже трое детей, и я больше заслуживаю этого купона. Почему это? Потому что я впереди вас. Да, но я в отличие от вас не сижу на шее у государства. И как вы поняли это? Потому что все черные сидят на шее у государства. Ты офигела? Я на тебя вообще в суд подам. И чернокожая ежемать пытается толкнуть свою оппонентку, но та уклоняется. И тут наконец в спор вступает та самая дамочка, пусть будет постоянная клиентка. Тихо, девочки, почему это вы решили, что я вам уступлю этот сертификат? Да, я довольно состоятельно, и эта сумма никак не повлияет на мой бюджет. Но также у меня есть неизвестное вам серое вещество в мозге, и его явно больше, чем у вас. И именно поэтому купон вам не достанется. И не стыдно вам щеголять перед бедными женщинами своим богатством? Видимо, для богачей слово «щедрость» неизвестно. Почему же неизвестно? Вот прямо сейчас я подарю этот сертификат одной из продавщиц. И она вручает его нашей Лиле, которая была в теле, и этот купон ей как раз пригодился бы. Ой, девушка, у вас наверняка скидка в этом магазине. Не подарите сертификат мамочке с тремя детьми. Нет, я вас прекрасно помню и знаю, что вы как минимум один раз в неделю получали этот купон. Ах так? Тогда жди жалобу вашему руководству. Завтра же тебя уволят. Интересно, за что? А хотя бы за порчу имущество. И тут она повалила стойку с товаром и начала просто прыгать на одежде и рвать ее. Я же мать номер один ей в этом помогла. Однако охрана магазина задержала этих беспредельщиц. До суда дело не дошло, так как на удивление они согласились оплатить компенсацию. И наш начальник даже заставил публично извиниться перед нами. Я же мать на Рождество. Всего пару дней назад, то есть за день до Рождества, произошла очень странная ситуация, которая до сих пор у меня вызывает смешанное чувство. На праздники меня к себе пригласил мой товарищ из университета. Раньше мы с ним снимали одну квартиру и очень много времени проводили вместе. Но это лирическое отступление. Он исчез на долгое время, когда у него появилась жена и сын. Семья у него, кстати, просто невероятная. Жена красавица, готовит вкусно, прекрасный и заботливый врач. А также, что очень важно, адекватная и мудрая мать. Поэтому вполне естественно, что и сын у них получился чудным малым. Свои 4 года он хорошо понимает такие слова, как надо и нельзя. Для истории важно отметить, что у него великолепные светлые волосы, которые родители особо не обрезают. Нельзя сказать, что они очень длинные. Скорее, его прическа сделана в стиле длинный горшок. Особого шарма ему добавляют его кудряшки, которыми его мать постоянно восхищается. И вот мы уже уселись за ужин, прекрасно общаемся и весело проводим время. И тут кто-то постучал. Тим, мой друг, открыл дверь и к ним зашла женщина неопределенного возраста. Из порога начала оскорблять Салли, жена моего товарища. Ты знаешь, что ваше чадо заразило всю группу в шаме. Теперь из-за вас моя Тара плачет, потому что ей пришлось обрезать ее красивые волосы. Я так и думала, что вы неблагополучные. Уже за эту тираду мне казалось, можно было спокойно выгнать эту дамочку из дома или хотя бы устроить скандал. Но мои друзья безматежно и даже с улыбкой сказали, что их сын две недели был у бабушки, поэтому она ошибается. Так та дамочка даже не извинилась, представляете? Она сразу же начала рассказывать историю о том, как ее дочь переживала по поводу того, что пришлось остричь волосы. И теперь они короткие. Салли ее утешала и опять была очень милой и обходительной. И тут она выпаливает совершенно странную фразу, которая была очень неуместной. Я думаю, будет правильным, если ваш сын тоже обрежет свои волосы. Просто моя девочка и так переживает из-за того, что ее прекрасную шевелиру остригли. А тут еще и у мальчишки будут волосы длиннее, чем у нее. Я все прекрасно понимаю, но волосы у вашей девочки быстро отрастут. Поэтому я не буду из-за этого стричь моего сына. Но у вашего парня тоже волосы быстро отрастут. Он же мальчик и как джентльмен обязан поступить так, чтобы моя дочь не расстраивалась. Тем более я часто вижу, что дети стригут свои волосы в поддержку тем малышам, которые проходят химиотерапию. Энн, ну ты же понимаешь, что онкология и вши – разные вещи. Не драматизируй ситуацию. Это обычное дело. Дети часто подхватывают шеи. Ну, знаешь, я думала, ты порядочная женщина, а ты единоличница и эгоистка. Если хочешь по-плохому, будет тебе по-плохому. Я натравлю на тебя всех мамочек нашей группы, поэтому тебе придется подчиниться. С этими словами она ушла, громко хлопнув дверью. Но можете не переживать за моих друзей. Саля мне рассказала, что эта сумасшедшая успела зайти ко всем родителям, чьи дети не были заражены и с криками, и скандалом требовала, чтобы те тоже подстриглись. Через месяц девочка была исключена из сада, так как та полоумная мамаша уже по другому поводу в буквальном смысле разнесла кабинет и устроила грандиозный конфликт воспитателям. Боже, как же жалко ту девочку. Представьте, каково это, ведь из-за этих ссор страдает только она. Опять я же мать Макдональдсе. Я работаю в Макдональдс. И да, это самая скотская работа, которая может быть, особенно для такого, как я. Для ясности, я инвалид с 12 лет. Именно в этом возрасте я заболел менингитом, который дал осложнение на уши, из-за чего я полностью потерял слух. Так как эта трагедия случилась уже в сознательном возрасте, я могу нормально говорить. Читаю по губам и знаю язык жестов. Обычно я обслуживаю клиентов на экспресс-кассах, но в тот день меня отправили в зал. Там мне, конечно, было намного легче. Работал я, кстати, в рождественскую ночь. А это, скажу я вам, очень тяжело, так как покупателей в этот период, на удивление, много. И, конечно же, не обходится без я же матерей. Мне иногда кажется, что у них в Маке находится заправочная станция, так как ни дня еще не прошло без конфликта с этими дамочками. И вот очередная из них подходит ко мне вместе со своим ребенком и пытается сделать заказ, уткнувшись в телефон. Из-за этого я не могу разобрать ее слов, так как не вижу губ. Леди, я глухой и могу разобрать ваши слова только по губам. Поэтому не могли бы вы повторить заказ, глядя мне в лицо? Пожалуйста. Ну, конечно же, в Мак набирают самых обиженных природой и не самых умных. Я разобрал эти слова, и мне было очень обидно из-за этого. Но я подавил обиду, ведь я адекватный человек, в отличие от некоторых. Так, мне две ванильных колы и ту бесплатную игрушку для моего сына. О нет, та игрушка не бесплатная, ее выдают только при заказе хэппи мил. Ты недалекий, не понял? Мой сын хочет игрушку, я сейчас позову менеджера и тебя вышвырнут отсюда. Я ничем не могу помочь, игрушки выдаются только при заказе определенных товаров. Прошу прощения. Нафиг мне твои извинения. Тут подходит менеджер и говорит, что ничего страшного, пусть берет игрушку. Нам скандалы не нужны, и тем более сегодня Рождество, ребенку радость и тому подобное. Я посоветовался с руководителем, и они разрешили в честь праздника вам подарить игрушку. Давно бы так. Я выдаю им пустые стаканы и трубочки. У нас все напитки стоят один доллар, то есть ты оплачиваешь и с чеком подходишь к кулеру, где нужно набрать напиток самостоятельно, сколько хочется. И тут я же мать просто взрывается. Ты чего мне пустые стаканы дал? Совсем совесть потерял? Женщина, у нас напитки не наливают на кассе. Там в углу зала есть кулер. За эту цену вы можете налить столько колы, сколько вам нужно. Я тебе что, официантка какая-то? Я тебе заплатила, поэтому быстро пошел и набрал мне две колы. Тут подходит Энни, коллега, и говорит, что сейчас сама наберет стаканы колу, и конфликт вроде бы сошел на нет. По пути к кулерам я же мать еще и пнула бедную старушку, так как ей типа мешает ее палочка. Пока напитки набирались, ее сын стоял возле кассы и постоянно оскорблял меня всевозможными обидными словами. Это было очень неприятно, но приходилось все это терпеть, так как мне очень нужна была работа и деньги. Я же мать возвращается за сыном. Давно бы так, но начальству я все равно пожалуюсь, так как все должны уяснить, как правильно относиться к мамочкам с детьми. Она гордо поворачивается и направляется к выходу. А там как голову она задрала прям до потолка, то и не заметила, как та самая бабушка подставила свою палочку перед ней. Из-за этого я же мать плюхнулась на пол и разлила колу по всему залу. А вот и Карма, бессовестная хамка. Она пыталась на нее кричать, однако вперед вышел, возможно, внук этой леди, который был внушительных размеров. Этого хватило, чтобы я же мать быстро покинула Макдональдс. После этого случая я решил все же уволиться, так как мне не нравится, что меня постоянно унижают вот такие люди. Позже я устроился к одной состоятельной семье в качестве садовника. Денег было меньше, но зато я не встречался больше с я же мамками. Русский мат против американской ежематери. Сразу ремарочка. Действия происходили до карантина, так что прошу не бросать в меня тапками. Сейчас я как покорный гражданин сижу дома и залипаю на Reddit. Кстати, я чувак из России. Родился там и свободно общаюсь на этом языке. Сейчас я живу в Америке и прекрасно выучил английский, но думаю, я всегда на родном языке. Это так, предисловие. В тот день я направился в гости к своим друзьям и решил подъехать туда на автобусе. Кстати, спойлер. Это была плохая идея. Короче, я как главный неудачник того дня занял свое место именно там, куда на следующей остановке припекло подсесть мать и сынка. Я сидел в своих новых AirPods и слушал песни. А музыка играла весьма таки громко и, к прибольшому сожалению, она заинтересовала мелкого. Его голова повернулась так медленно, как в фильмах ужасов, и я увидел эти до кошмарности заинтересованные глаза. Дай! Я это услышал, но все же проигнорировал. Он начал толкать меня в бок все сильнее и сильнее. Я снимаю наушники. Что? Я хочу музыку! Извини, малыш, я не дам тебе мои наушники. Сразу же после этих слов я же ребенок по классике жанра начал громко рыдать. Хотя, казалось бы, зачем? На эти громкие сигналы огромный кусок злости в виде яжи-матери отреагировал молниеносно. Хотя, перед этим, она, казалось, не подавала никаких признаков жизни. Что? Чего он плачет? Что ты ему сказал? Ты его обидел? Нет, ваш малыш хочет послушать музыку в моих AirPods. Боюсь, она ему совсем не понравится, поэтому я ему отказал. Нет! Мой сыночка – это будущий Леонардо да Винчи. Он очень любит музыку и скоро пойдет в музыкальную школу. Не смей юному дарованию отказывать в прослушивании музыки. Простите, но нет. Они дорогие, а музыка, которую слушаю я, и подходит для детей. Мои булки прекрасно понимали, какая угроза передо мной, поэтому посылали достаточно сигналов в мозг, чтобы моя речь исходила максимально спокойной и негрубой. Но такой малой кровью не отделаешься. Я же мать продолжала настаивать и повторять все громче и громче, привлекая все больше внимания. Дай моему сыну наушники, сейчас же! Из-за тебя он плачет! Она начала переходить в стадию агрессии, и мои булки запустили сигнал о том, что наушники нужно поместить в безопасное место. Меня это начало подбешивать, поэтому я упаковал их в защитный футляр. Это ее еще больше разозлило. Дай мне свои наушники! Куда ты их спрятал? На этом этапе мои булки стали стальными и включили сигнал бедствия. Но я не хотел вставать, чтобы не привлекать лишнее внимание, а стоило. Произошло неизбежное. Я же мать начала пытаться вырвать наушники у меня из рук. У меня в этот момент вырвалось несколько матерных слов на русском. И на нем же я сказал, оставь меня в покое, лять отвали! Что ты сейчас сказал? Это сейчас был русский? Ты говорил на русском? Он русский! Оглядываясь назад, я понимаю, что у дамочки на самом деле были беды с башкой. Это шпион! Его прислало к нам российское правительство! Он шпион! Задержите его! Слава богу, что мы подъехали к остановке. Я быстро пробирался сквозь толпу и успел выбежать из автобуса, пока все пассажиры безысходно уставились на нее. Тебе не нужны продукты на самоизоляции, ведь у тебя нет детей! В ролях. Я, я же мать один, я же мать два, я же мать три, ребенок один, ребенок два. Для начала хотелось бы поведать предысторию. Наш городок небольшой и находится в карантинном режиме всего несколько дней. Школы и офисы были закрыты, но продуктовые магазины все еще работают в штатном режиме. Хотя и все продукты сметают в мгновение ока паникующие особи. Вчера дверной звонок зазвонил около 9.30 утра. Я проверила приложение Circle и увидела перед камерой соседского ребенка, около 5 лет, стоящего на крыльце. Я нажал разговор, чтобы ответить. Привет, малыш! Здравствуйте! Мама сказала, что вы дадите мне еды. Я невероятно смутилась и удивилась. Эм, понятия не имею, о чем твоя мама говорит. Возможно, она ошиблась. Ты точно не ошибся адресом? Мама сказала, что у вас есть еда для меня, которую вы хотите отдать. Прости, но я понятия не имею, с чего она это взяла. Я уверена, что у твоей мамы есть достаточно еды для тебя у вас дома. После отказа у меня остался максимально неприятный осадок на душе после того, как пришлось малышу отказать. Ладно, до свидания. Он помахал в камеру и ушел. Я не думала про эту ситуацию, потому что этот ребенок был известен своей бурной фантазией и тем, что придумывал вещи. Итак, я вернулась в постель. Спустя два часа снова зазвонил дверной звонок. И когда я проверила его, там стояло уже два ребенка. Один моего соседа, который жил через одну улицу от меня. Другой живет на соседней улице. Я опять общалась с ними через приложение. Привет, ребятишки! Вы что-нибудь хотели? Здравствуйте! Наши мамы отправили нас и сказали, что вы хотите дать нам еды. Я опять удивилась и быстро отказала им. Они не возражали и пошли по своим делам. Когда дети покинули территорию дома, я отправила мамам тех малышей сообщение с текстом. Ваш ребенок пришел ко мне домой со словами, что вы отправили его ко мне за едой. Естественно, у меня нет ничего для вашего отпрыска. Почему вы лжете детям? Как насчет всей этой еды на твоем складе? Там же уйма всего! О, хватит, чтобы прокормить моего сына! Почему вы считаете, что я должна делиться ею с кем-либо? У тебя много еды. Ты можешь и поделиться. Ты ведь делилась раньше, месяца четыре назад. Я тогда угощала соседей просто, потому что у нас родился племянник и хотелось разделить праздник со всем миром, так сказать. Но сейчас все продукты на складе необходимы для моей семьи и не рассчитаны на кого-то еще. Но тем не менее, у тебя ее много. Могла бы и поделиться с детишками. У самой-то нет такого счастья. Тебе никак нас не понять. Повторяю опять. Это исключительно для моей семьи. Магазины все еще открыты и закрываться не должны. Если вам нужна еда, то придется попытать счастье найти все необходимое там. Или мы могли бы просто прийти и забрать силы твоей вещи и пропитание. Да, я сомневаюсь, что ты сможешь остановить нас или вообще что-то сделать с этим. Все трое знают о моих проблемах со здоровьем и перемещением. Попробуйте, дамочки. И на подъездной дорожке вас будут ждать я с дробовиком, злым ротвеллером и моим еще более злым мужем. Как ты смеешь нам угрожать? Ты даже не мама. Ты, дорогая, угрожала украсть мою собственность, поэтому просто отвечаю тебе тем же. Какая же ты наглая и самоуверенная стерва. О нет, вы оскорбили меня, обозвав плохим словом. Думаю, я буду плакать. Лучше утоплю свою грусть, съев все эти вкусные закуски, которые хранятся на складе. Лол. Они не написали больше ничего в ответ. Но я слышала от одного из моих соседей, что я же мать один жаловалась всем, кто попадается под руку, что я эгоистичный человек, что заставил ее дитё голодать. Несколько человек интересовались у нее, почему она пыталась отобрать еду у больного человека. У меня есть несколько хронических заболеваний, которые не позволяют мне вести активный образ жизни и привязывают к дому. При том, что она покупает одежду себе в самых дорогих магазинах каждые две недели. У нее не было ответа на такие факты, и вскоре эта особа перестала жаловаться на меня. В конце концов, та я же мать пошла в магазин, чтобы купить продукты, но была очень взбешена из-за неимоверно длинных очередей. Там она пробыла около часа. Если ты родственница я же матери, то должна работать бесплатно. В конце истории дайте мне ответ на вот такой вопрос. Я действительно поступила нехорошо? Ну, обо всем по порядку. Я няня, и оплата моего труда составляет 20 долларов в час. Это совсем немного для страны, в которой я проживаю, Новая Зеландия, где минимальная заработная плата составляет 17-50 долларов. А я как бы нянечка со стажем. Я работаю в прекрасной семье с одним семилетним ребенком. Мне очень нравится этот ребенок, и я ничуть не жалуюсь на свою работу. История будет не о нем. У меня есть тетя, которая прекрасно знает о том, чем я занимаюсь и как зарабатываю на жизнь. Действительно, почему бы этим не воспользоваться, правда же? Как вы уже могли догадаться, у моей тети есть трое детей. Вообще, у этой женщины есть своя няня, но... Она прислала мне сообщение в четверг вечером, в котором шла речь о том, что ее няня заболела. Ей нужны мои услуги няни. На секундочку, у моей тети трое детей. Двое по пять лет и один семилетний. Она попросила меня забрать детей на следующее утро. Я перезвонила своему боссу и объяснила эту ситуацию. И он согласился дать мне выходной. Ну что тут говорить? Я же говорила, что они максимально хорошие люди. Тете нужно было, чтобы я была для них сиделкой на протяжении пяти часов. И мы сошлись на цене 60 долларов. За всех троих. За весь день. Ее эта цена не устраивала и даже разозлила. Но спустя несколько минут она пришла к выводу, что у нее нет другого выбора. И она согласилась на эту сумму. Наступил тот самый момент истинный день, когда мне предстояло жонглирование. Меня к такому жизнь не готовила, поскольку ее дети весьма таки проблемные и раздражительные. Это было тяжело, но я справилась. Описывать все их издевки не буду. Суть не в этом. Когда ее муж вернулся домой и речь зашла об оплате, то он предъявил, что 60 это слишком много и предложил мне 20. Я прокрутила у себя в голове все то, что мне пришлось пережить за эти пять часов и поняла, что так унижаться не готова. Он начал жаловаться и плеваться на то, какая я наглая и неблагодарная. Ты серьезно готова сдирать деньги со своих же родственников? Что вы имеете в виду? Мы же обо всем договорились с вашей женой. И она согласилась на цену 60 долларов. Это еще большая скидка, поскольку я обычно не работаю с таким большим количеством детей. Но это же твои племяшки. Ты вообще должна по собственному желанию с ними сидеть бесплатно. Но вы меня попросили сидеть с ними в мой рабочий день. И поверьте, я не получил от этого большого удовольствия, поскольку они вели себя не очень хорошо. Не забывайте, что работа няни не просто сидеть с детьми, а также устраивает для них интересный и полезный досуг. Кормить, переодевать, следить за порядком и так далее. Он мне ничего не ответил, а просто позвонил жене и долго возмущался по телефону. Но в конце концов он заплатил мне положенные 60 долларов. Теперь они на всю семью разносят слухи о том, какой я стала негодяйкой и о том, что я наглая, зажравшаяся зараза. В конечном итоге оказалось, что их няня не заболела, а уволилась из-за того, какими кошмарными были ее дети. Как мой понос обезвредил я же мать. Мне понадобилось купить туалетную бумагу, поэтому я зашел в первый попавшийся на глаза магазин. В нем я смог приобрести все продукты, которые требовались дома, но не было тех самых заветных рулонов. Посетил другой магазин, третий. Нет! Наконец я выезжаю на шоссе и двигаюсь 30 минут на север. Добрался я до ближайшей заправки. Недалеко расположился местный супермаркет. Там на полках под красным сиянием гигантского яблока я обнаружил 4 пакета туалетной бумаги по 27 штук в каждом. Единственные пачки в магазине. Единственные пакеты в пределах нескольких миль. Мне повезло, я нашел клад, ребята. Любопытно, что было несколько покупателей с тележками. Мне нужна была только одна вещь, поэтому я не брал ее. Которые все время находились поблизости этого места, словно патрулировали. Если так можно сказать. Как будто они курсировали на небольшой орбите вокруг этих упаковок туалетной бумаги. Один глаз смотрел вперед, а другой на полку с товаром. У меня сложилось ощущение, что никто не хотел быть первым, сделавшим захват вожделенной добыче. И я загробастал один из этих пакетов так быстро, словно проблеск только что сверкнувшей молнии. Стремительнее, чем ускоряющаяся пуля. Смертельнее, чем удар самки богомола. Мне нравится быть победителем, ребята. Сжал в руках мою драгоценную туалетную бумагу так, что даже костяшки пальцев побелели. И поспешил гудящему рою пчел. Простите, покупателей на кассу. Сразу же один из орбитальных патрульных, женщина среднего возраста с наполовину полной тележкой, начинает преследовать меня. Она рванула за мной и закричала. Эй, это нужно мне! У меня маленькие дети! Это мое! Не игнорируйте меня! Вы не смеете уносить мой товар! Вам это не нужно! У меня дети! Я не знаю, что происходит с такими клиентами, но они, кажется, хотят только то, что есть у других людей. Несмотря на то, что на полке оставалось три невостребованных 27 упаковочных пакета, никто из остальных покупателей не сделал попытки взять их. Эта женщина хотела иметь только тот, который взял я. Мое предположение, что странная женщина не могла смириться с тем, что какой-то мужчина обрядил ее и осмелился взять с полки туалетную бумагу, когда она так нужна ее детям. Это действие настолько сильно заклинило ее внутренний механизм. Мне не дано понять, как она догадалась, что у меня дома не было чертовой дюжины хороших христианских детей. Во всяком случае, я все еще двигаюсь к кассе, и она все еще кричит мне вслед. У меня есть дети! Хватит меня игнорировать! Дама следует буквально по пятам, примерно за 10 футов позади, ни на минуту не закрывая свой рот. Наконец, мне это надоело! С меня хватит дешевого цирка! Сейчас будет настоящее шоу! И я поворачиваюсь и достаточно громко, чтобы половина клиентов магазина услышала. Выкрикиваю первое, что пришло мне в голову. А у меня понос! Это подействовало мгновенно. У женщины широко распахнулись глаза. Виск оборвался, она остановилась и застыла на одном месте, словно истукан. Потом, не говоря ни слова, обескураженная покупательница обернулась и пошла назад к тем полкам, откуда пришла. Мне удалось попасть к кассе без дальнейших инцидентов. Фактически, после моего объявления почти все присутствующие держали приличную дистанцию. Я расплатился, подбежал к своей машине, сжимая добытый с боем пакет, как будто это был ковчег завета, и направился домой, чтобы бороться с моей несуществующей диареей. Вообразите мое потрясение, когда я появился дома и увидел, как мой сосед по комнате с гордостью демонстрирует пару рулонов туалетной бумаги, которую ему удалось найти всего в 10 минутах ходьбы от нашей квартиры. С первой попытки. Отдай матери антисептик для рук. Немедленно. На прошлой неделе моя мама отправила меня в магазин не только за покупками для нашей семьи, но и для семьи соседей тоже. Одним из пунктов необходимых товаров в списке было дезинфицирующее средство для рук, ставшее дефицитом. Поскольку некоторые люди являются сумасшедшими покупателями и готовы на все, лишь бы получить востребованную вещь в больших количествах. Я зашла в магазин, предполагая, что там не осталось ничего из такого рода товаров, но смогла найти парочку, хоть и небольших по объему, флаконов дезинфицирующего средства для рук. На стеллаже стояла табличка, в которой было написано «одна бутылка антисептика на семью». Я спросила работника магазина, будет ли нормальным, если я возьму два флакона, один для моей семьи, второй для соседей. Получила согласие и продолжила делать покупки. Когда я решила купить рогалики и подошла к хлебному отделу, обратила внимание на рассыпанные повсюду крошки. Кусок хлеба был оторван. Неожиданно какая-то женщина подошла ко мне и слегка ударила меня по плечу. Я вздрогнула от неожиданности, поскольку не заметила ее приближения за спиной. Быстро проговорила «Извините, я сейчас подвинусь немного». Но дама строго смотрела на меня, потом спросила «Почему у тебя в корзине две бутылки дезинфицирующего средства для рук? Выдается только один на семью». Я сейчас делаю покупки для двух семей. Нахожу бублики, которые хотела купить, положила их в свою тележку и продолжаю выбирать товары для семей друзей. Не спеша отдаляюсь от любопытной женщины. Пока я просматривала список продуктов, она подскочила ко мне, схватилась руками за плечи и отдернула меня от моей тележки. Тетка зло выкрикнула «Эй, у тебя не должно быть двух бутылок антисептик для рук. По правилам ты можешь взять лишь один на семью». Я стряхнула с себя чужие руки, потому что мне не нравится, когда меня хватают незнакомые люди, и ответила «Я делаю покупки для двух семей». Ненормальная смотрит на мою тележку и ухмыляется. Она протягивает руку и хватает один флакон, нагло заявляет «Я мать! Черт возьми, мне нужнее, чем тебе, какой-то малолетке! Мне нужно это для моих детей! А на полке из-за тебя ничего не осталось, так что я просто заберу этот!» Я быстро схватила нахалку за руку и вырвала бутылку из ее цепких пальцев, положила отвоеванный товар обратно в тележку и начала поспешно уходить. За моей спиной в ту же секунду раздался вопль. «Остановите ее! Она просто украла у меня мою вещь! Воровка! Кто-нибудь задержит ее!» Сотрудник магазина поспешил ко мне и спросил, что случилось. К нам подбежала разъяренная клиентка и, указывая на меня пальцем, нервно заговорила. «Этот ребенок берет две бутылки дезинфицирующего средства для одной семьи, и там уже ничего не осталось, но мне тоже нужен один!» «Во-первых, я не ребенок. Во-вторых, делаю дополнительно покупки для друга нашей семьи, который не может покинуть свой дом из-за нарушения иммунной системы». Сотрудник магазина только вздыхает. После такого объяснения он обратился ко мне. «Хорошо, девочка, ты можешь идти. Приносим наши извинения за неудобства». Я ухожу, но слышу, как возмущенная женщина кричит и ругает этого работника магазина. Закончила делать покупки и вышла из магазина. Семья соседей поблагодарила меня за доставленные продукты и была счастлива. Наконец, получить дезинфицирующее средство для рук, так же, как и моя мама. Нападение яжемамки на похоронах. «Это случилось на похоронах моей тети. Я находился в большой комнате похоронного агентства, где стоял гроб с моей тетей. Сидел в кресле вдали от всех остальных, а мой папа устроился в таком же кресле в паре футов от меня. Еще не началась похоронная служба. Маленькие дети, не осознавая драматичности ситуации, играли и бегали. Это была довольно большая комната, и я понимаю, что не просто дети и не могли придумать другого занятия. Один ребенок устал и захотел сесть в мое кресло. Это был довольно избалованный и капризный мальчик. Он встал, притык ко мне и заявил. «Привет, я очень устал и хочу сесть. Встань!» «Нет, я присел сюда первым и жду начала службы». Недовольный таким ответом пацан устроил истерику. Ему очень хотелось сесть именно в мое кресло. В конце концов, прибежала мать мальчика. Она услышала, как плачет ее сын и бьется в истерике. Мамаша начала расследование. «Малыш, почему ты плачешь?» «Этот парень не разрешает мне сесть в его кресло. Я очень устал и хочу отдохнуть». Женщина перевела взгляд на меня. Она готова была испепелить обидчика сына. «Почему это ты не встал? Тебе сложно, что ли, уступить маленькому ребенку? Такая дылда, как ты, может и постоять. Потому что я сижу здесь с первой секунды появления в этой комнате, мэм. И жду начала службы. «А я думаю, что моему сыну можно немного посидеть вместо тебя в этом кресле». «Нет, я занял его первым и не собираюсь уступать вашему сыну место, чтобы он отдыхал после своей беготни. Мальчик должен быть более уважительным, как и все другие дети. Это не игровая площадка. Бьюсь об заклад, ты лично даже не знаешь имя покойной». Я был сильно оскорблен таким заявлением. В этот момент мой папа повернулся в нашу сторону, чтобы послушать, о чем идет речь. Он посмотрел на женщину и удивленно спросил, что здесь происходит. «Этот наглый недоросль, невоспитанная от роди, не позволяет моему сыну сесть в это кресло». Меня очень разозлил такой ответ. Было сильно задето мое самолюбие. «Во-первых, мне 17 лет, и я ближайший родственник. Ваш сын – вот кто настоящий испорченный ребенок». Папа спокойно объяснил беспардонной мамаши. «Мой сын оказался здесь первым, и ты не имеешь права так обзывать его. Парню стало обидно, когда ты заявила, что он не знает свою собственную тетю». «Может, потому что я действительно не догадывалась, что он родня? Что в этом такого?» В конце концов подошла моя мама и попросила неприятную женщину уйти, потому что она устроила скандальную сцену в такой печальный момент. Соседка, а это была именно она, зло проговорила. «Хорошо, я сама не хочу присутствовать на этих глупых похоронах». Внезапно буйный малыш ударил меня и плюнул в мою сторону. Я начал медленно подниматься и встал над шалопаем во весь свой рост. Это движение сильно напугало его. Мать схватила своего оболтуса и быстро выбежала из похоронного бюро. Моя мама была в ярости. Многие из присутствующих видели безобразную выходку. Конечно, мне очень хотелось как следует выпороть малолетнего хулигана. Однако наказание заслуживала мать, неправильно воспитывающая сына. «Если ты волонтер, то ты не имеешь права ходить в магазин». Предыстория. Я волонтер в нашем местном медицинском центре. Занялся этим сначала из простого любопытства, чтобы посмотреть, как это будет. Теперь мне это увлечение нравится по-настоящему. На данный момент моими задачами является посещение магазинов, чтобы купить необходимые товары людям, не способным себя обслуживать лично. Те, у кого есть значки, удостоверяющие работу в больнице, могут получить скидку во время карантина. А так как мои родители медики, я решила отправиться именно с ними и купить все продукты по скидке, чтобы немного сэкономить другим людям денег. Мы с родителями пришли в магазин в масках. Нас всех впустили внутрь. На мне был значок волонтера. Уточню, я не контактирую сейчас с зараженными, чтобы не подвергать опасности моих подопечных. Все было нормально. Мы просто ходили по отделам, покупали продукты нашим подопечным и домой. Мою маму попросили купить замороженные фрукты. Я решил тоже взять упаковку, потому что люблю смешивать фрукты с протеиновыми коктейлями. Как раз, когда я наклонился к холодильнику, чтобы взять замороженную клубнику, покупательница без маски на лице остановилась возле меня, внимательно присмотрелась ко мне и увидела мой значок добровольца. Женщина задала мне вопрос. «Разве ты не должен быть дома?» «Почему вы спрашиваете меня об этом?» «Ты же добровольный помощник, почему это ты расхаживаешь по магазинам? Ты же угроза для моего ребенка!» «Как и вы, почему вы не надели маску и не соблюдаете правила социального дистанцирования?» «Я пришла за продуктами, у меня есть разрешение и оплачиваемая работа!» Эти слова задели меня. «А каким образом ваша оплачиваемая работа относится к тому, что вы не соблюдаете правил?» «Ты чего мне дерзишь, малолетка? Я же вижу, что ты просто используешь свое преимущество и подвергаешь опасности моего ребенка!» «Тут подходит моя мама. Что здесь происходит?» «Наконец, настоящий медицинский работник! Вы можете сказать этой малолетке убраться отсюда?» Да, после этого надежды на мирное разрешение ситуации разлетелось на осколки. «Как вы вообще смеете так разговаривать с моим сыном?» В этот момент в голове яжемамки что-то явно щелкнуло, так как она с безумно выпученными глазами помчалась от нас прочь. Я же батя и дрон. Для того, чтобы рассказать историю, начну с предыстории. Я работаю разработчиком в компании по созданию дронов. Мне очень повезло с начальцем, так как они заботятся о сотрудниках и создают комфортные условия труда. Лучшим из лучших они иногда делают чедрые подарки. Так было и со мной в это Рождество. Начальство как лучшему сотруднику подарили крупнейший дрон по самым новым технологиям. Конечно же, такую игрушку просто так не купить в магазине. Этот подарок я буду помнить еще очень долго. А теперь о моей семье. Я счастливо женат на самой удивительной женщине, которая 8 лет назад подарила мне прелестную дочь. Мы назвали ее Бетти. Это очень веселый и активный ребенок. Мы всегда думали, что она будет маминым хвостиком, но нет. Она так же, как и я, заинтересовалась дронами. Уже с 3 лет она с легкостью может ими управлять. Однако, несмотря на свою активность, защищаться она не умеет. Сколько бы я ее не учил, дать сдачи для нее это сложная задача. В будущем вы поймете, почему я об этом вспомнил. Когда я пришел домой накануне Рождества с этим дроном домой, Бетти, казалось, прям взлетит от радости. Она просто ждала, когда у нас появится свободное время, чтобы в парке его запустить вместе со мной. И вот на следующее утро после 25 декабря мы решили испытать нашу игрушку. Людей было очень много в нашем любимом парке, но мы знаем укромное местечко, где можно полетать без посторонних глаз. Когда мы пришли туда, там было народу гораздо меньше, всего пару семей, не больше. Но мы, конечно же, не обратили ни на кого внимания. Через какое-то время я решил отдохнуть на лавочке, погрузившись в свою любимую книгу, пока моя дочь дальше разбирается в новом дроне. Но не успел я и присесть, как из ниоткуда появился довольно тучный ребенок и просто нагло толкнул мою дочь. Естественно, пульт управления у нее вылетел. Ребенок его забирает и пытается нажать сразу на все кнопки. Я среагировал быстро, но не успел я подбежать, как пацан кидает в траву пульт управления и со страха убегает. Я проверяю, все ли в порядке с дочерью. Слава богу, обошлось без единой царапины. Потом подбираю пульт, спускаю дрон на землю и укладываю его в контейнер. Но без наказания пацана я решил не оставлять. Мне не составило труда найти этого ребенка, так как он неумело прятался за своим папашей. Мужчина, я обращаюсь к папаше. Ваш ребенок только что обидел мою дочь. И че с этого? Он пацан, он сильней и имеет право. С чего это он имеет право? Я тоже сильней. Так мне можно толкать и издеваться над вашим сыном? Так получается? Мужик, че ты вообще хочешь от меня? Твоя девка будет часто выхватывать от пацанов. Это нормально. Пусть учится терпеть. Папа, я не виноват. Это она обидела меня. Она просто не хотела делиться своей игрушкой. Вот видишь, а если бы умела делиться, то обошлась бы без боли. Это наша вещь. Мы сами можем решить, давать ее кому-то или нет. Ты вообще совесть потерял? Ничего не могу поделать. Выживает сильнейший. Поэтому если мой сын сильнее и он хочет твою игрушку, она у него будет. И я не буду препятствовать. Сына, хочешь игрушку? Иди возьми, я разрешаю. И тут этот гаденыш пошел к моей дочери. Я хотел преградить ему дорогу, но не успел среагировать, как моя Бетти просто бьет его в пах со словами побеждая в сильнейший. Правда, сэр? Пацан кричит, как резанный. Я же батя кричит о том, чтобы мы извинились. Но я решил, что нет более эпичного окончания этой истории, чем это. И мы просто удалились по-тихому. Я сразу же купил ей любимое мороженое и похвалил за то, что она смогла, наконец, защитить себя. Отредактировано. Спасибо всем большое за комментарии и переживания обо мне. Отвечу сразу всем, кто спрашивает о том, были ли у меня проблемы из-за этой парочки в будущем. Нет, никаких повесток, никакой полиции, ничего вообще мне не прилетало. Видимо, одного удара от моей Бетти им хватило. Тем более, мне кажется, мы ничего не нарушили, поэтому они могли только наблюдать, как мы с триумфом уходим во своясе. Я обычный школьник, поэтому с я же матерями я не встречался никогда и думал, что их вовсе не существует. И это все выдумка людей с богатой фантазией. Так я думал до недавнего времени, пока сам не встретился с одной такой дамочкой. Итак, немного расскажу предыстории. С самой младшей школы я дружусь с чернокожим парнем Энтони. Это очень умный и добрый человек. Сошлись мы с ним не только из-за его ангельского характера, но также мы поняли, что вдвоем просто обожаем бейсбол. Мы и играли вместе, и посещали игры. Однако, в основном нам доставались места в самом последнем ряду, так как они были дешевле. И вот приближался 14-й день рождения Энтони. Я долго думал, что ему подарить, но в голову ни одна идея не приходила. И тут приходит мой отец и говорит, что у него есть купон на хорошую скидку на билеты в первом ряду на бейсбол в полуфинале. Обычно эти билеты стоят 1000 долларов с двух человек. Однако, по скидке получалось 500. Вы представляете попасть на игру в полуфинал на первое место? Это было нашей мечтой. Родители сказали мне, что такую возможность упускать нельзя, поэтому решили добавить недостающую сумму. Уже в этот же день билеты были у меня. Игра была прямо в день рождения Энтони, поэтому я сразу же после покупки побежал к нему, чтобы вручить подарок. Он был вне себя от счастья. Мы считали дни до игры и мечтали, чтобы время немного ускорилось. И вот день Икс. Мы накупили кучу вкусностей и пришли за полчаса до игры. Нам просто не терпелось занять наши козырные места. Бейсбол в самом разгаре. Мы веселимся. Эпичный момент. И перед нами появляется просто огромная женщина, которая загораживает вид. Мы были просто вне себя от злости. Леди, а не могли бы вы занять свое место? Нам ничего не видно из-за вас. Ничего, потерпите. Еще я буду переживать из-за каких-то подростков, тем более один из них черный. Я сейчас позову охрану. Вы вообще не имеете права здесь стоять. В эту зону можно попасть только по пропускам. Так, не мешай смотреть игру. Я буду стоять здесь столько, сколько захочу. И вообще, у моего ребеночка сегодня день рождения, поэтому встали оба и пошли на галерку. Дайте моему ребенку насладиться игрой. С чего бы это? Мы заплатили за эти места кучу денег, поэтому вы не имеете права нас выгонять. Мэри, можешь подойти сюда? И тут мы видим, что к нам подходит сотрудник стадиона. Нам сразу стало ясно, каким образом она попала сюда без пропуска. Мэри, эти мальчики не хотят уступать моему сынульке место. А у него вообще-то день рождения. Парни, давайте по-хорошему, покиньте места. У ребенка как-никак праздник. У моего друга тоже день рождения. И мы заплатили за эти места. Вы же понимаете, что я могу вас пересадить, куда мне захочется. Я здесь работаю. И если я скажу, что вы нарушаете порядок, то поверят мне и могут и вовсе выгнать вас. Но тут в разговор вклинивается наш сосед. Мужчина лет 45-50. Назовем его джентльмен. А теперь слушайте меня и не перебивайте. Ты, указывая на я же мать, по-тихому сваливаешь отсюда, пока я не доставил тебя платить штраф. В охрану я уже позвонил, пока вы тут разбирались. А ты, обращаясь к сотрудницу стадиона, можешь уже писать заявление по собственному. А с чего это мы должны тебя слушать? Ты вообще кто такой? Ой, я даже не представился. И тут этот мужчина называет фамилию одного из совладельцев стадиона. Я же мать, конечно же, еще пытается что-то возражать, кричать, но охрана ее быстро вывела. Сотрудница эта исчезла сразу же после того, как мужчина назвал свою фамилию. Ну а мы продолжили смотреть игру в прекрасной компании. Тем более, мы были очень рады познакомиться с владельцем стадиона, в котором мы провели очень много свободного времени. Я же мать из Великобритании. Когда мне исполнилось 18 лет, естественно, я задумался о том, кем я хочу быть, какую профессию освоить и вообще, как устроиться в жизни. Поэтому после окончания школы я просто отправился в путешествие. После того, как я посетил много стран, я решила сесть в Великобритании. Однако мои родители долго меня отговаривали, ведь с моей внешностью лучше сидеть в своем родном городе. Вот теперь пришло время рассказать о том, что я темнокожий парень с густой бородой. Поэтому мама и папа говорили, что там все с белой кожей, что никто меня не примет, что я не найду друзей и прочие предрассудки. Однако в реальности все было просто великолепно. Меня никто не задирал, и я нашел много друзей. Тогда же я решил поступить в университет на архитектора. Меня очень увлекло это направление, и поэтому обучение давалось мне легко. Иногда, чтобы отдохнуть от учебы и просто побыть наедине с собой, я после пар иду в местный парк, покормить птиц хлебом и просто почитать что-нибудь интересное. Итак, в тот день я сел на мою любимую лавочку, открыл книгу и погрузился в мир фантазий. Я не знаю, сколько времени прошло, мне кажется, не больше часа. И вот ко мне подлетает какая-то безумная женщина и начинает кричать на меня. Она просто выбивает рукой мою книгу. А ну отвлекись, когда с тобой разговаривают. Ты не слышал, что я тебе сказала? Я начал быстро обдумывать ситуацию, где я мог сотворить что-то плохое и понял, что нет такого проступка, который мог вызвать такое агрессивное поведение. Но я все же решил поинтересоваться. Леди, объясните, что случилось? Я не понимаю причину вашей агрессии. Я сказала тебе, чтобы ты убирался отсюда подальше. Почему? Ты черный с бородой и пугаешь мою дочь. Женщина, если что-то пугает вашу дочь во мне, то это только ваша проблема и это вы что-то упустили в воспитании. Почему я должен страдать из-за вас? Ты совсем обурел? Ты пугаешь ребенка. Я вообще могу сейчас полицию вызвать и тебя задержат. На каком основании, женщина, пока вы тут кричите на меня, могли бы уже давно найти другое место для прогулок? И ваш ребенок давно бы забыл этот инцидент. И вот она снова пытается что-то сказать, но не успевает она открыть рот, как стая ворон, которых я частенько кормлю, ни с того ни с сего ее обосрали. Представляете? Не одна птица, а сразу несколько. Это было очень эпично. Я ржал как конь. Я же мать исчезла буквально через пару секунд вместе со своим ребенком. И больше я ее в этом парке не видел. Смотрите также. Мой сын скалолаз в Геншин Импакт.